Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. Христос воскрес! Во Иисусе воскрес! Для оправдания нашего Христос воскрес! Во Иисусе воскрес! Чтобы отирать слезы плачущих, Христос воскрес! Во Иисусе воскрес! Жив Господь и доживут сердца Ваши вовеки. Аминь. Исаживайтесь, пожалуйста. Явление Господа Иисуса Христа воскресшего своим ученикам. Это тема сегодняшней проповеди для вас, для Церкви. И я хочу, прежде всего, отметить то, что Господь Иисус каждое свое слово, каждый свой жест обуславливал, не делал напрасно. И мы видим в 21 главе святого благословения Иоанна, что Господь стал являться своим апостолом. воскресший спаситель стал являться, чтобы вернуть их к упованию. Их вера была разбита. Их надежды были поколеблены. Их любовь остыла. И нужно было их возродить к упованию заново. Нужно было все делать заново. Почему? Надежды рухнули. Верба колебалась. Они плакали и рыдали. И на подобные приветствия, как я вам сказал, когда прибежала Мария и сказала, что Господь жил, Христос воскрес. И никто не ответил. «Перед нами двое из Имауса, идущих в Имаус». Тоже на что не видели в воздухе? Им тоже не отвечали. И тогда Господь взял эту миссию являться апостолом и утверждать их вере именно на Себя. Чем это обусловлено? В Святом Благословании от Иоанна, в 14 главе, он сказал такие слова. Стих 21-й. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». 21-я глава Святого Благослования от Иоанна именно так и начинается. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Терриарском». «Явился» – ключевое слово – «так». Он являлся для того, чтобы они вновь убедились в том, что Он жив. Конечно, мы знаем на основании Слова Божьего и Евангелия и посланий, что Господь являлся многим людям, многим и своим ученикам в разное время. Евангелие Матфей пишет, что «Воскресший рано, в первый день недели, Господь Иисус явился сперва кому?» «Марине Магдалину». Потом, в 12-й апостолам, в послании Коринфянам написано, что Он являлся многим братьям. В одно время даже в 12-м, хотя и 100 братьев в одно время являлся. Являлся Петру, а потом апостол Павла уже говорит то, что брат сегодня читал. А потом являлся и мне, как некоему измерку. Но я хочу вместе с вами прочитать один отрывок, который заставил меня размышлять. А именно, в 21-й главе рассказывается о том, что апостолы вместе с Петром, который трижды отвергся от Спасителя, оставляли свое служение. Они смотрели на апостола Петра, который был для них авторитетом. И вдруг он говорит, «Иду ловить рыбу». «Пойдем, и мы с тобой». Пошли, и, как пишет евангелист Иоанн, и в ту ночь не поймали ничего. Представьте себе, тяжелый рыбацкий труд, в лодке, замерзли, мокрые, холодные, сети пустые. А когда настало утро, Иисус стоял на берегу. И вдруг они слышат знакомый голос. Он их называет и ласковым словом – «дети». «Есть ли у вас какая пища?» – он взывает к ним. До лодки было около ста метров. И они должны были сказать одно слово. Нет. Это полный крах. Это полное разжирование. Это признание всей своей нищеты. У рыбаков, опытных рыбаков, бывалых рыбаков, в ночь труда и ловли не поймано ничего. «Закиньте сеть по правую сторону». Закидывает сеть, и сети трещат. Иоанн узнает почерк и говорит – «Это Господь». Петр понял, что это Господь. Он прыгает первым, чтобы добраться до берега. Апостолы вытаскивают сети, и там оказывается 153 рыбы. Они были удивлены. И вместе с тем Господь налажает их к завтраку или обеду, как там написано. «Придите, обедайте». Он уже все приготовил. Заметьте, какая любовь к Господу. Он явился в самый важный момент, когда у них не было успеха, когда на сердце была печаль, когда они замерзли, когда они хотели кушать. Он все приготовил. Замерзли, вот тепло, погреться. Володи, пожалуйста, покушайте. Но я хочу обратить внимание на то, что каждое явление Господа, кому бы он ни являлся, было особо значимо. Оно имело особое значение, ибо Еписиас пишет – «Нет слова без значения». Я, чтобы не читать весь отрывок священного описания, прочитаю, с 14-го стиха, 21-го главу Иоанна и ниже. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресенье Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон ему, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси панцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Иоанин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Иоанин, любишь ли ты меня?» Петр обечаялся, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Это было не случайно. Я представляю, тихо потрескивает костер, апостолы молчат. Петр по ноге в голову сидит, стыдясь взглянуть в глаза учителя, и в этой тишине Господь задаёт самый важный проблемный вопрос, на который ждёт ответ. Он называет великого апостола, которому он доверил служение, которому он обещал включить Царство Божие, которому было открыто свыше, и Пётр исповедовал, что перед ним Сын Божий, Господь, видя его опустошённую душу, задаёт самый важный вопрос. Симонёй, называй его по имени-отчеству, с уважением. «А любишь ли ты меня больше, нежели они?» Заметьте, по основу вопроса. Господь настолько мудро ставит вопрос, что только стоит ответить положительно, и он одним вопросом, мудро поставленным, возделичивает Петра над всеми апостолами. Я повторю вопрос. Симонёй, «А любишь ли ты меня больше, нежели они?» И стоит, как в тесте, только нажать правильную кнопочку, и получается, что апостол Пётр всё-таки любит Господа больше, нежели все. «Паси панцев, ягняточек моих!» Он доверил ему деток. «Паси овец моих!» Он доверил ему молодёжь. «Паси овец моих!» Он доверил ему церковь. Он заново возжигал в апостоле угасшую любовь. Апостол понимал, почему он задаёт ему трижды вопроса. Чтобы каждое слово отречения Господь исповедовал Своей любовью. Но у меня волнует одна фраза. 14 стих. «Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресеньям своём из мёртвых». Я размышляю, а где же первые два? Где первые два раза? Если этот случай назван третьим и очень важным случаем или аспектом явления Христа, то давайте попробуем вместе кричать. А где же были особо значимые явления, которые можно именовать первым и вторым? Ну, первое явилось, это безусловно, Мои Магдалине, когда она угроба стоила. С первого написано «Явился Мои Магдалине». Какое значение было в этом явлении? Она плакала и рыдала. Она настолько любила своего Господа, что была готова даже мёртвого его вынести. И когда она стояла угробой, плакала, пишет я вам, Господь подошёл к ней сзади и типа говорит, «Женщина, что ты платишь? Кого ищешь?» «Унесли Господа моего, не знаю, где положили». Она думала, что это судомник. И потом говорит, «Господин, если бы ты взял его, то есть, если бы ты вынес его в любницу, скажи, где ты положил, я возьму его. Мария, как ты можешь взять Господа? Как ты можешь взять тело Господня? Она говорит, я возьму его. Может, вот так же она предполагала, что она побежит, позовёт Петра, Иоанна. И он тихонько говорит, «Назвай её по имени Мои. Она глянулась и узнала учителя. Она узнала того, кого любит её душа. Она увидела его живым. Только он сказал, «Осторожно, не прикасайся ко мне, я ещё не вошёл к отцу моему». Это особое явление, но я не об этом. Мироносец, тоже бежавший в ровно утром по Евангрию от Матфея, встретились с Господом и упали к ногам его, обнимая его ноги, и он говорит, «Идите, вознесите всем». Итак, первым Господь явился женщина. Но здесь сказано, это уже третий раз явился Господь ученикам взаимы, разумеется, апостолы. Значит, давайте будем искать первые встречи с апостолами. Но я немножко приостановлюсь. Как-то одна женщина беседовала с становитым таким священником православным и задает вопрос, вот видите, я смотрю на ваше богослужение, у вас по слову мужчины служат, мужчины-священники, мужчины-диаконы, мужчины в руководстве церкви, а почему не женщины? А вот видите, а Господь Иисус, подчеркивает как женщина, явился самым первым именно женщинам. вот Марии Магдалине явился и женщинам, а вы умоляете значение женщин, как говорит Алину. Представьте себе такого становитого православного священника. Он так задумался и говорит, ну, если вы ищете ответа, то я вам скажу, надо думать, сказал он, что Господь Иисус таким образом хотел, чтобы весть о его воскресении распространилась как можно быстрее. 24-й глава Луки двое человек уходят из Иерусалима. Их належда рухнули. Они оставили там все. Они узнали и видели, как произошло самое страшное событие, самое страшное трагедие в Иерусалиме. Распятие их учителя. Они идут, переживают и у них было все потеряно. И тут кто-то догоняет, кстати. Догоняет и задают им очень важный вопрос. Проблемный вопрос. Отчего это вы едят? О чем вы едят дорогу рассуждаете? И отчего вы печальны? Как? Неужели ты один из новичков, из пришедших из тех, кто не знает, что вы в Иерусалиме? О чем спрашивают они? И они ему подробно рассказывают, как его распяли. Он их внимательно слушает. Он очень коррективен, а потом уже не выдержал. Он несмысленный, чтобы понять то, что было предсказано в Писании. И начал им от Моисея и пророков начал изъяснять им Писание. Но что характерно, почему он именно этих догнал? Это был Клеопа и очевидно Евангелис Лука. 24 глава Луки, 21 стих. Они сказали самую важную проблему своего сердца. Когда им рассказывали, что они были разочерожны, они сказали такую фразу, а мы надеялись было, что он есть тот, который спасет Израиля. Что они потеряли, скажите? Надежды совершенно. Они потеряли надежду. И он начинает беседовать их сердцу, начинает возвращать им потерянную надежду. книга Иеремии, 14 глава, 8 и 9 стих. Послушайте. Сбывалось пророчество, которое написано у Иеремии, 14 глава, 8 и 9 стих. Цитирую. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который пришел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и твое имя начало над нами, не оставляй нас. Эти слова Иеремии вспылись, когда они увидели, что он тот, который возжег их надежду. Он сделал вид, что хочет идти дальше. Не покидай нас. Прилосили его, и что-то произошло, что-то они делали вместе, и они узнали. Кто помнит, как они узнали? Они узнали его в преломлении хлеба. Может быть, они заметили раны на руках, может, особый жест, может, он как-то по-особенному ломал хлеб, или преломлял, или как бы вот так, некоторые разрывают лепешку, некоторые вот так преломляли, кто-то по-особенному, но они узнали его. И вдруг он стал невидим. И тут они говорят великие слова. Не горело ли сердце в нас наше, когда он говорил с нами? Что произошло? Он возжег потерянную надежду. В этот же день Господь является одиннадцатый и упрекает их за неверие и жестокосердие, что они не поверили ни Марии, ни двум этим, которые потом пришли из Эмауса. И там написано, апостолы еще от радости не верили. У Иоанна написано, они обрадовались увидев Господа. И он задает вопрос, смотрит, кто-то сомневается, что вы на меня смотрите? Дух плоти и кости не имеет, как видите у меня. Есть ли у вас такая пища? Они подали ему печеные рыбы, мед. Он преломляет, ест и не смотрит. Вот то, о чем я вам говорил. Это была великая радость, перед ним стоял живой учитель, их вера вновь возожглась. Дорогие братья и сестры, в 17 псалме 29 стихом написано, Ты, Господи, возжигаешь светильник мой, Бог мой просвещает тьмы, Он пришел, чтобы возжечь угасающие светильники, веры, надежды и у Петра любви. Три важнейшие аспекта нашего упования. Ибо апостолы должны были распространить по всей земле пролухание Христовой любви, Христовой веры, Христовой надежды, Христового учения. и сегодня, если здесь в зале есть кто-нибудь, кто потерял надежду, в мире говорят, надежда умирает последней, драй душа, дорогой брат, драй сестричи, я хочу сказать, вносить к тебе те же слова, Господь жив, Господь воскрес, Твоя надежда не потеряла. Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Господь возрегает светильник Твоим, чтобы Твоя надежда не указала. Если в этом зале есть тот, кто потерял веру, Господь является именно Тому, кто потерял веру. Для него это немаловажно. И он поддерживает веру нашу. Он лично сам собственной персоной приходит, чтобы удостоверить их, что он живой. Осяжите меня, потом он говорит. Дух плоти и костей не имеет. Пожалуйста, попробуйте. Один из династий говорит, если не поверю, если не вложу пальцы, если не поверю. И ради этого одного, который исповедовал такое великое учение фамизму, не верю, пока не подрогаю, не поверю. Господь является ради одного и протягивает ему пронзенную руку, говорит попросту «Здравствуй, Фома, давай руку твою, ты же этого хотел?» Фома испугался, он уже не стал, давай перствуй, сделай, как ты сказал, вложи перствуй, руку мою, расстегивает одежду, пожалуйста, вот ребро. Фома упал перед ним, его вера возожглась, Господь мой, и Бог мой, сказал Фома. И Господь говорит, Фома, ты поверил, потому что ты увидел блаженный, невидевший и уверовавший. Итак, не будь неверующим, но верующим. Если кто-то сегодня здесь потерял веру, я хочу сказать именно этими словами Христа, дитя, другое, юноша, девица, брат, сестричка, старец или утра, не будь неверующим, это заповедь Христа, но будь верующим, веруй, надейся, уповай на Господа, Господь, никогда никого не обману. И последнее Господь говорит Петру, о самом важном, он говорит о сущности всего бытия, о любви. силу не обману. Для того, чтобы нести служение, для того, чтобы пости церковь, пости молодежь, пости деточек, негоняточек, нужен тот, кто пойдет на этот подвиг с любовью. апостол поверил, если я имею дар пророчества, если я говорю языками, помните, да, и имею дар пророчества, и имею все, но любви не имею, то я ничто. Если я роменецкими членовскими и аргенскими я роменюю, я ничто. Если я отдам тело на зажжение, я тоже ничто. То есть без любви ничто. И вот те слова апостола Петра, которые он еще на вечер сказал, Господи, я за тобой, я их тюрьму на смерть. На смерть не хочешь поддерживать. До утра еще не пропадает петух, трижды отречаешься. Вот этот патриотизм Господу не нужен. Его уже смиренное сердце, которое с любовью ведет на подвиг. И вот здесь, когда Господь возжег в Петре самое важное любовь, вот здесь он теперь говорит, а вот теперь Петр, помнишь, что ты на вечере сказал? И вот здесь вот с такой любовью Господь открывает ему, какую смертью Петр прославит Бога. В Евангелии ничего не говорит об этом. Но предание говорит, что Петр в смерти своей сделал зеркальное отражение смерти Христа. Он сказал, я не достоин, чтобы меня распили так, как моего Учителя. Распил меня вниз головой. Я не достоин. Он даже до смерти не мог себе простить своего молодушия. Бог ему простил, но он себе не простил. По преданию его распили вниз головой. я не достоин умирать так, как моего Учителя. Такую смертью Петр прославил Бога. Оказывается, мы призваны, чтобы и жизнью, задумайтесь, и смертью прославить нашего Господа. 13 глава послания Горифа, о котором я уже сказал, 13 стих, самый последний. Апостол Павел пишет, а теперь пребывает сие три. То есть, вот для чего являлся Христос, чтобы возжечь самые основные аспекты нашей веры. А теперь пребывает сие три. Дорогая душа, не забудь, почему они пребывают. Потому что Господь жив. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них, и весь народ уже скажет, больше они.